Здравствуйте! Сейчас вы посмотрите картину нашей студии, которая называется «Заложники будущего». Её режиссёр, и это его первая и единственная работа в этом качестве, Роман Романович Кармен, сын легендарного Романа Кармена. Он же вместе с Анатолием Шафраном были операторами, монтажёр Александр Домбрусский, режиссёр монтажа. Ваш покорный слуга, автор сценария, закадровый текст, читает Вениамин Смехов и ещё замечательный специалист по Давиду Бурлюку, Ноберт Евдаев. Строго говоря, идея принадлежит не мне. Это идея Романа Романовича и Ноберта. Рассказать о Давиде Бурлюке. Наша студия готовилась к совершенно другой работе у Василия Каменского. Но русский футуризм меня интересовал всегда, потому что то, как они работали со словом, особенно Хлебников, это было очень важно для дальнейшего. И вот, когда нам предложили сделать фильм на готовом материале, который Анатолий Шафран и Роман Романович сняли в разных местах, включая Америку, мы поняли, что за эту работу мы возьмёмся. И тогда я придумал концепцию, благодаря которой состоялось главное в этой работе. Давид Бурлюк рассказывает о себе из будущего. Но при этом это не то, что голос от автора, повествователя, а интересно то, что он находится во внутреннем диалоге с исследователем своей же жизни и изумляется тому, что он знает о ней, может быть, меньше, чем эти исследователи сегодняшние. И вот поэтому фильм называется «Заложники будущего», потому что Давид Бурлюк, который, кстати, много занимался кино, писал о нём, чрезвычайно интересно, есть публикации, вот он стал для нас тем самым героем, который нас связывает с образом будущего, который становится настоящим. Это главный сюжет, всё остальное вы увидите в кадре, в картине. Спасибо вам большое, приятного просмотра. Спасибо. 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 Закалите всех телят, аппетиты утолять, Изрубите дерева на горючие дрова, Иссушите речек воды под рукой и далеке, Требушите небо с воды разъяренном гопаке, Загасите все огни ясным радостям сродни, Потрошите небо с воды озверевшие народы. В этой церкви меня крестили. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Что хотят от меня эти люди? Что им нужно от моих предков и потомков? Почему они вообще отправились по следам моей жизни? И сегодня знают о ней больше, чем я сам? ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ У нас он родился, да, потом спустя какое-то время я поняла, Что мы правильно сделали, что его приобрели. Но он был очень дорогой. Мне нравится беременный мужчина, Как он хорош у памятника Пушкина, Одетый в серую тужурку, Ковыряя пальцем штукатурку, Не знает, мальчик или девочка, Выйдет из злобного семечка. Мне нравится беременная башня, В ней так много живых солдат, И вешняя брюхатая пашня, Из коей листики зеленые торчат. Бурлюк познакомился с Маяковским, В Московском училище живописи вояний и зодчества. Их отношения переросли в творческих союз, Где Бурлюк оказался наставником поэта Маяковского. Маяковский ценил эту дружбу. Сам он стал лидером поэтов-футуристов. А вы могли бы, Пустья, Веснувших краску и стакана, Я показал, Заблюдит путья, Остыят пулы океана, На частуе, Веснувших краску и стакана, Веснувших краску и стакана, Я показал, Закат маляр широкой кистью Небрежно выкрасил дома, Непобуждаемый корыстью Трудолюбивый не весьма. И эта краска так непрочно, Она слиняла и сошла, Лишь маляра стезя порочно И забавом хмельным убила. Как вша ползет небес подкладкой, Неусладим изгиб закабаленных уст, О, не топчи своей улыбкой гадкой, Нескромных устремлений к уст. Мы поверили в искусство будущего И назвали его футуризмом. Футуризм мог уйти гораздо дальше, Но революцию напугало Такое своеволие футуристов. Нужно было решать, Оставаться или эмигрировать. Два брата Бурлюка Служили в Белой армии, И он сделал выбор. Но уезжал он из Белой России. Там был хаос, насилие и разруха. Красной России он боялся, А узнать ее не успел. Поля черны, поля темны, Влеки, влеки шипящим паром, Прижмись доскам гробовым наром, Часы протяжны и грустны, Какой угрюмый полустанок, Проклятый остров средь морей, Несчастный каторжник приманок, Бегущий зоркости дверей, Плывет коптящий стеорин, Вокруг безмерная Россия, Необозначенный мессия Еще несознанных годин. В Японию Бурлюк прибыл Как лидер русских футуристов. И среда футуристов японских Его приняла. Несмотря на закрытость Японской художественной среды, Бурлюк сумел повлиять на нее. Японские футуристы Его оценили. Молчаливая футзи Тучи-кучи снега встали, Заслонив фиалки дали, Глянь над ними столь прекрасно, Футзи, что всегда безгласна, Вместе с тем многоречиво, Островов японских диво. Я ею восхищен из гамма, Что имя носит Йокогама. Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка. Я презираю всех богатых и бедным, Друг, Сторонник деревянной хаты и не друг слуг Я презираю всех копящих злата И собственность объявших как кощей Мне близок нищеты творящий атом Тарелка каши, миска щей Ценю пасти овечье стадо в родных горах И быть кочующим намадом в чужих мирах Мечтаю я о годе недалеком Весь мир, когда в великом равенстве По замыслу пророков Пребудет навсегда В Америке Бурляку нужно было начинать все с нуля Когда он проходил проверку на таможне Офицер сказал, что он должен заплатить пошлину За картины, которые он с собой привез Естественно, денег у него не было И тогда вызвали начальника Начальник сказал Заберите свою мажню и убирайтесь Тогда Бурлюк подумал Что его искусство в Америке никому не нужно Экспресс сверлился бурей в подземелья Десятки верст гремел поспешно ход Рабом, хватившим много зелья Кому стал черный небосвод Экспресс скакал, ища свою утеху Стуча костьми, как скачут мертвецы И стрелы с завистью к его сгибались бегу И жадностью к грошам купцы Экспресса запах жадных пассажиры Не знали станции промелькнувших счет Насытившись пространственной наживой Они кляли безумие почет В такт стенанье мчались вагоны В пространстве черный круглящийся тоннель О притяжение законы О центр земли Отель Живопись доходов не приносила Нужно было кормить детей Бурлюк пошел работать в русскоязычную газету Русский голос Вот это здание Исследователи до сего времени пытаются найти ответ Почему, находясь за пределами Родины Будучи постоянно в эмоциональном напряжении Которое испытывает каждый эмигрант Давид Бурлюк нисколько не снизил свой творческий пыл А наоборот Работал с удвоенной энергией К счастью, он оставил огромный архив Субтитры создавал DimaTorzok Более того, Давид Бурлюк принес русскую художественную культуру Тем самым раздвинул горизонты интеллектуальной культуры своей Родины Хэмптон Бейс Небольшой городок в Лонг-Айленде В пригороде Нью-Йорка Где поселилась семья Бурлюков И где он провел последние десятилетия своей жизни Это его мастерская, которая сохранила его внучка Мерри Бурлюк Рядом в комнате стоит стол, который вырубил из цельного дерева его сын Давид А это портрет Бурлюка, написанный его другом-художником Циковским Портреты детей Николая и Давида Вот чем кончается прорыв в будущее, в которое ты верил В доме-музее Неужели это все? Художественная галерея, которую построил Бурлюк на территории своего участка Хранительница основного архива Бурлюка Мерри Бурлюк Далеко от Кавказа, от Терека И от Крымской пьянящей волны Раскрылила золотая Америка Небоскребов взлетевшие сны Но жестокие сны угловатые Негде голову здесь опереть Лучше Руси далекой заплаты И отрубями пропахшая клеть Полю обладания властности не надо И ему не надо И ему не надо знаний громкой славы Пышнорослым ссором поле придовольно Нежит, любит травы И ему не больно Поле всем довольно И ему не надо Лето зной кефира Или лимонада Не взыскует мира Где сознанию больно Еще одна хранительница наследия семьи Бурлюков Невестка Маргарет Показывает портреты детей Написанные Бурлюком Таким образом вся семья в сборе Имя Бурлюк крепко осело в бумаг любителей искусства Америки И ассоциируется теперь с образом русской культуры В ее полноте и целостности Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Давид Бурлюк Стала настоящим Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Я так и не вернулся в любимую Россию Хотя дважды побывал там Прах мой по завещанию Развеяли над Атлантическим океаном Я переборол свое время Я жду вас В будущем СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА